Память о Холокосте необходимо, чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами, преравнодушными наблюдателями. Память о Холокосте необходимо, чтобы наши дети никогда не были жертвами, Память о Холокосте необходимо, чтобы наши дети никогда не были жертвами, Между нами вот эта кровь, из льва поднимается горе, горе без берегов. Память о Холокосте необходимо, чтобы наши дети никогда не были жертвами, Оно намного сильнее, чем воспоминания об избиениях, изнеможениях, голоде, холоде или усталости. Нас лишили имен и обознавали лишь по номеру, вытатированному на руке. Еще нас преследуют воспоминания о тех, с кем нас безжалостно разлучили по приезде в лагерь, и кого, как нам рассказали позднее, прямиком отправили в газовые камеры. Меня, мою мать и сестру депортировали в Освенцим 1944 года. После недельного пребывания в транзитном лагере для французских евреев, нас всех отправили на три ужасных дня в запломбированные вагоны для скота, почти без пищи и воды, не сообщая о путь и назначении. Моего отца и брата депортировали в Литву в эшелоне с 850 мужчин, из которых выжило лишь порядка 20 человек. Мы до сих пор не знаем о судьбе погибших, в том числе моего отца и брата. Мы прибыли в Освенцим посреди ночи. Внутри все было устроено так, чтобы максимально напугать нас. Ослепляющие прожектора, лай сестовских собак, заключенные, одетые как каторжники, которые вытаскивали нас из вагона. Доктор Менгеля, главный специалист в АСС по отбору, самолично решал, кого впустить в лагерь, а кого сразу же отправить в газовые камеры. Это было чудо, что меня, мою мать и сестру впустили в лагерь. Я до сих пор помню выражения их лиц, тех женщин с детьми на руках, те толпы людей, которые не подозревали о своей судьбе. Это самое ужасное из всего того, чему я стала свидетелем в Освенциме. Затем нас отправили в другой лагерь. В Бергенбеллсоне не было ни отборов, ни газовых камер, но зато были сыпной тиф холод и голод, которые всего лишь за несколько месяцев погубили десятки тысяч депортированных в этот лагерь. Представьте себе, как смотреть на все это, когда рядом с тобой две твоих дочери. Шоа — это не только то, что произошло в Освенциме. Эта трагедия издала кровью весь европейский континент. В конце концов, 15 апреля нас освободили британские войска. Я до сих пор вижу объятые ужасом лица солдат, которые, глядя со своих танков, обнаружили тела, брошенные друг на друга, а также шатающихся скелетов, в которых мы превратились. Мне кричали от радости, было лишь молчание и слезы. Я думала о матери, которая месяцем раньше погибла от истощения и тифа. Когда мы прибыли с сестрой во Францию, уже несколько месяцев как страна была освобождена. Что касается тех евреев, которые не были депортированы, то большинству из них было невыносимо слушать наши рассказы. Другие предпочитали вообще ничего не знать. Действительно, мы даже не подозревали, насколько жутко звучат наши рассказы. Поэтому обсуждать пережитое в лагерях нам проходилось между собой, то есть теми из нас, кто был депортирован. Даже сегодня я бы сказала, что эти воспоминания подпитывают наш дух и даже наши беседы. Потому что когда мы говорим о лагерях, нам приходится смеяться, чтобы не расплакаться. Я буду вести дневник. Это так странно. И не только потому, что я никогда не занималась писательством, но еще и потому, что, ну, и мне, да и не вам, мне будет интересно читать из лени 30-летней школьницы. Но дело даже не в этом. Я просто хочу писать. И у меня нет ни одной настоящей подруги. Так пусть этот дневник станет ею. И ее буду звать Китти. Было бы странно начать переписку с Китти ни с того ни с сего. И кто бы ничего не понял. Анна, отцу пришла повестка из гестапо. Мама побежала к Ванданну. Я страшно перепугалась. Повестка. Все знают, что это значит. Он с лагерью. Но он же ничего не подозревает. Он же пошел навестить своих подопечных в еврейское богадение. Ни слова маме, Анна, но повестка пришла не папе, а мне. Я еще сильнее перепугалась, стала громко плакать. Ну неужели, неужели они будут отсылать таких молодых девушек без родителей? Папа говорил что-то об убежище. Ну какое убежище? Где мы спрячемся? В доме? В хижине? Как? День? Когда? Прекрати нам нельзя задавать эти вопросы. Ну они все время перцы у меня в голове. Нам нужно собирать сумки. Я не думаю, что это место станет для меня дома. Но я не возненавижу его. Папа привез нам игры. Мою коллекцию кинозвезд. Марго, а что ты поверишь на своей стороне? Я не знаю. Ну же, Марго, ну не молчи. Ну вспомни наших друзей. Вспомним о день рождения. Ну как же было весело. Неужели ты не понимаешь? Происходит что-то ужасное. Людей заставляют уезжать и не брать ничего с собой. Да, мы в безопасности. И нам живется лучше, чем миллионы других людей. Но что случилось с нашими друзьями? Где Мария и Карл? Куда забрали Майкла? Что с ними? Ну я верю. Я верю, что с ними все хорошо. Ну же, Марго, ну обними меня. Представь, что мы в каком-нибудь пансионе. Да, в странном пансионе. Здесь сыра и косые потолки не могу. Я не могу сидеть заперти. Мы знаем каждую историю друг друга, каждую шутку. Это становится просто невыносимо. Лучше бы нас забрали в лагерь. Мы хотя бы знали бы, где мы. Чем постоянно подвергали опасности других. Мы так молоды, но все рушится. Нас не было, когда все это началось. За что это нам? Марго, ну я верю. Я верю, что с нами все будет хорошо. Такие задачи еще не стояли перед этими нашего поколения. Я уверена, я стану великой писательницей. Мои книги будут читать весь мир. Ну, вы слышали последние новости? Гидлер отступает! 4 августа 1944 года. В этот день в дом пришли голландские полицейские и сотрудники гестапо. Все обитатели убежища, а также те, кто помогал им, были арестованы. В январе 1945 года в лагере погибла Марго в Марте-Анне. За месяц до освобождения лагеря. Единственным членом семьи, выжившим в нацистских лагерях, был отец Анны Отто Франк. После войны он вернулся в Амстердам и опубликовал дневник дочери в 1947 году. Дневник стал историческим документом, свидетельством страшной эпохи. Субтитры создавал DimaTorzok Шесть миллионов евреев, расстрелянных и удушенных. Шесть миллионов, и каждый в отдельности. Это память, противящаяся забвению. Это зов людей к взаимной близости. Невозможные без запрета на убийство. Это утверждение. Нет геноцида против кого-то. Геноцид всегда против всех. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ